Рейды по выявлению и пресечению фактов несанкционированной уличной торговли проводятся ежедневно. В ходе последнего сотрудники отдела ГОИЧС потребительского рынка и развития предпринимательства администрации городского поселения Солнечногорск пресекли несанкционированную торговлю четырех точек. В Тиманово, поселке Санаторий Министерства обороны и на улице Красная 109 и 180. И в свое оправдание такие предприниматели говорят, как правило, одно и то же. Пытаются спорить, да, что жизнь тяжелая, что прожить им там очень сложно, что государство их налогами обложило, что у них у всех кредиты и машины, и мы очень много историй выслушиваем в этом плане, да. Но, тем не менее, да, мы же с представителями полиции ездим, поэтому они... Вынуждены сворачиваться? Да. Нарушители штрафуют. Граждане России платят 500 рублей за одно такое нарушение, иностранные граждане от 2000. Рейды эффективны, говорит Татьяна Алиманова. Однозначно они истинные, то есть некоторые точки уже прекратили свои работы. Мы планируем в дальнейшем тоже все-таки до конца довести эту работу, чтобы наш город был как бы чистым. И все работали, все предприниматели работали в соответствии с действующим законодательством. Для справки. Торговое место для реализации арбузов и дынь, а также любой сельхозпродукции должно иметь информационную вывеску с указанием продавца, организации или индивидуального предпринимателя. В наличии должны быть проверены весы, ценники, сертификаты качества или декларации о соответствии на продукцию торгово-сопроводительные документы. Если уж вы покупаете такие товары, пожалуйста, спрашивайте документы. Марина Ванюшкина, Илья Тимофеев. Наше время.